Друзья, у нас прекрасный гость, замечательный просто, Сергей Косяников, генеральный директор ООО «Прибой», производитель кваса «Староминский». Доброе утро! Доброе утро! Сергей, вы недавно приходили в «Хорошее утро» и рассказывали, что должен состояться фестиваль кваса. Так вот, это масштабное, грандиозное событие прошло. Расскажите, как? Мы установили два рекорда. Самый большой рекорд, состоящий из 2560 человек, это написание слова «квас». А, вот мы сейчас видим на экране. И мы выстроили людей, вот таким образом. Непростое, конечно, было занятие, но, тем не менее, получилось. Круто! Посмотри, как круто! Да, это потрясающе, на самом деле. И вообще, сколько человек не считали присутствовало на фестивале? Примерно. Ну, в прошлом году было почитано более 30 тысяч человек. В этом году, я думаю, было не меньше, потому что мероприятий было много. Вот, мы установили два рекорда. Первый, конечно же, на слово «квас», второй на стакан, да? То есть самый... Простой стакан. Да, мега-стакан у нас получился. Очень мега-стакан. Это точная копия нашего пол-литрового стакана. Вот такого. Вот такого, с крышечкой, с трубочкой. Вот, мы в него налили 5216 литров. И угостили с него, собственно говоря, всех желающих. И вот это был... Все выпили? Второй рекорда. Да, только хотела спросить. Прям до дна, прям до его... Да, у нас счетчик максимально показывал, вот, максимальное количество по счетчику было... 3960 литров в час. О, вы пивали! Вы пивали вот в моменте. Нет, знаете, неудивительно, вот, серьезно, у меня в холодильнике стоит только староминский квас. Это правда чисто. Вот, серьезно, он очень вкусный. Но, ты не была на фестивале. Я не была, но очень хочу пойти, потому что, посмотришь, что творится. Да, пойди, он закончится, закончится. Как закончился? Ну ладно, специально вот для тебя и для таких, как ты, есть Сергей, которые знают, что завтра люди, которые, ну, по каким-то причинам не смогли присутствовать на фестивале, смогут тоже окунуться вот в этот мир. Очень хочется окунуться. Во сколько начать окунацию? Смотрите, конечно же, многие не смогли приехать, и стакан, в общем-то, выпили очень быстро. Вот, поэтому для, в общем-то, этого мы, ну, как возникла такая идея, провести этот стакан, провести по крупным городам, и в эти выходные, в субботу, этот стакан будет стоять на городской площади, возле администрации города, и мы нальем, опять же, туда 5216 литров, и всех желающих, это будет не менее 10 тысяч человек, да, всех будем угощать в течение дня, абсолютно бесплатно, приходите и пейте. Слушайте, это какая-то невероятная щедрость на самом деле. Я вот такой первый раз, столько своего продукта просто раздать людям, это круто прям, правда. Ну, мы хотим, в общем-то, этим жестом, да, вот этими акциями, мы хотим привлечь внимание именно к квасу, как нашему национальному напитку, чтобы все-таки люди смотрели именно на наши продукты, на наши напитки, потому что это натуральные продукты, те, которые нужно пить. И мы хотим, чтобы он стоял у каждого в холодильнике, и каждый знал, что есть такой квас, а для этого нужно его, наверное, попробовать. Как минимум. Да, мы вот эти мероприятия проводим. Ну, в субботу, кстати, по-моему, будет очень жарко, поэтому не факт, что вашего стакана хватит. Вы нам рассказывали, что в квасе у вас в линейке появилось, ну, достаточно много различных вкусов. Маша, ты, наверное, из-за тебя тогда не было, есть даже квас, который можно пить в горячем виде, в теплом, да? Да. Серьезно? Это апельсин-корица. Мне кажется, это какая-то просто, что это такое? Квас апельсин-корица, это такой вид, который можно пить как в холодном, так и в горячем виде. Это как глинтвейн, как квасовый, серьезно? Да, квасовый клейн. Ну, он больше, наверное, как пунш, что-то такое, да, то есть, когда нагревает, получается такой яркий аромат, и, в общем-то, получается очень приятно. Мы попробовали, было, ну... Вкусно. Мы прямо здесь нагревали его, и получилось вот так. Мы добавили лимон, корицу, по-моему, еще, еще, чтобы более насыщенно это все было. Очень вкусно. Да. Планируйте внедрять какие-то еще новые вкусы? Вот, например, квас для окрошки. Извини, я тебя перебила, моя девочка. Квас для окрошки. Вот кто-то же делает на квасе, да, окрошечку? Я люблю. Вот на этом, допустим, можно делать? Мы делаем специальный квас, мы делаем специальный квас окрошечный. Серьезно? Да. И в магазинах можно купить? Да, и в магазинах можно купить. Окрошечный с хреном называется. Да. Староминский окрошечный с хреном. Серьезно? Да, это именно сделан для окрошки, его, конечно, можно пить и так, он менее сладкий, в него добавлен натуральный хрен, мы его специально закупаем у населения, крошим его там, в общем-то, закладываем, настаиваем, и получается такой резкий ароматный квас, который, в общем-то, идеально подходит для окрошки, поэтому покупайте, пробуйте. Ой, спасибо, прям окрошки захотелось, сегодня прям возьму и вот. Ой, да. Сергей, а вот у меня еще был вопрос по поводу фестиваля, который прошел, событие было действительно грандиозное, у меня многие знакомые, кстати, ездили и говорили, что в какой-то момент начался дождь, но никаким образом это на количество людей не повлияло. Слушай, там было столько кваса, понимаешь, куда, куда уходить, а вдруг кто-то другой выпьет, я ни за что не ушла, стояла бы там зонтиком или под дождем, знаете, как вот в индийских фильмах танцуют все, и, значит, под дождем бьют квас. Действительно, пошел, после обеда пошел дождь, но мы уже все, все рекорды мы уже установили, все, в общем-то, основные мероприятия выполнили, вот, но дождь пошел, люди, конечно же, не расходились. У нас было на этот случай приобретено более 5000 дождевиков, да, все были в дождевиках, то есть это было какое-то поле зеленых человечков, да, то есть все ходили в дождевиках, работали аттракционы, все в этих зеленых дождевиках катались на качелях, каруселях, в общем-то, было, ну да, было, конечно, мокро, ну, было весело, все прыгали по лужам, ну, тем не менее, это не помешало пить квас. И это, наверное, еще раз говорит о том, что квас, это не только летний напиток, его можно пить и в любую погоду, и зимой, и когда дождик идет, поэтому пейте квас Тараминский и будьте счастливы и здоровы. Но правда, что были и знаменитости у вас там? Да, у нас, конечно же, у нас Анна Семеновича. Ну, конечно. Да, это, ну, собственно говоря... Она правда так много кваса пьет? Ну, мне просто интересно, ну, правда. Может, человек пьет квас и вот, и все, хорошо? Ну, естественно, конечно же, только благодаря квасу. Да. А были какие-то призы, подарочки, помимо вот бесплатного напитка? Конечно. Мы разыгрывали различные призы, поощрительные призы, было много различных конкурсов. То есть активность тоже. Ведущие вели, да, мы проводили массу различных интерактивных мероприятий, там, стадион был задействован, у нас были там, я рассказывал про спортивные мероприятия, ну, было очень весело. Ну, Сергей, последний вопрос, в следующем году можно рассчитывать на то, что будет такое фестиваль? Ну, естественно, мы уже готовимся, у нас уже есть идеи по поводу новых рекордов, я думаю, мы удивим еще не раз такими серьезными массовыми мероприятиями. Мы завтра будем обязательно, спасибо вам большое. Спасибо большое, друзья, если что-то пропустили, сайт Кубань24.tv, заходите на него, и вся информация будет вами найдена. Прямо сейчас факты спорт, факты погоды, просто факты, а потом возвращаемся в студию, хорошего утра. А тут шустрыки вообще-то? Ну, нет, нет, мы научимся развивать свой бизнес легко и узнаем, кого, в общем, заставили сигануть с парашютом в 97 лет. Но шустрыки потом тоже будут. А, да, хорошо, ладно. Я тебе сейчас расскажу, смотри. Так, сейчас... Так, сейчас... Субтитры сделал DimaTorzok